То есть φ с чертой это стратегия, которая минимизирует L2 норму разницы между портфелем и центрированной функцией. То есть это тоже классическая проблема финансовой математики. Второй подход есть с помощью общей полезности, можно определить стратегию хеджирования, но стратегию хеджирования можно определить просто минимизировать L2 норму. Разница в том, что эта стратегия определяется в явном виде. То есть можно выписать как производная колодичная 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 реакция нашего процесса, то есть условно возгождая аттракционно и самого процесса цены актива по колодичной реакции цены актива. Он, конечно, ничего общего не имеет ни с какой-то вписанной звездой, это совершенно другая стратегия. Но получается, что эта стратегия появляется в пределе, когда наша модель без как-то модель разрешилась. И, собственно, результат такой. Есть некие предположения, например, что функции выплат ограничены, а скачки ограничены. Сама стратегия тоже должна быть минимизированным в втором уровне ограничена. И тогда мы можем показать, что наша цена без различия в нашей L2-модели представима как член нулевого порядка. Это просто мат ожидания от нашей функции выплат плюс поправочный пример, который как раз равен L2-отклонению умножить на альфа пополам, где альфа – это параметр, который появляется в функции полезности. И ошибку можно оценить следующим образом. И ошибка оценивается через то же отклонение этой стратегии с чертой от условного наблюдения функции выплат, но с этой степенью некоторой, которая больше двух. То есть, грубо говоря, если вот это отклонение мало, то остаточный член будет меньше, чем вот этот вот поправочный член. То есть, это будет хорошо работать в случае, когда мы можем достаточно хорошо хитжировать на шпиев. То есть, не до нуля, но достаточно хорошо. Это некоторое более интересное результат, потому что это не асимпатическая оценка для цены без различия. То есть, она работает, здесь нет никакого малого параметра. То есть, это утверждение справедливо всегда. Конечно, остаток будет мало, когда это достаточно мало, но сама формула всегда верна. Когда статьи, которые существуют в литературе, там всегда уже что-то станет цикле. Ну и опять же таки, все, что появляется здесь в левой части, это гораздо легче посчитать, чем саму цену без различия. Потому что у нас и стратегия здесь в более-менее явном виде, и мы отверждаем, мы тоже можем как появилось посчитать. Значит, как это доказывать? Ну, в принципе, это не так сложно. Нужно сначала оценить сверху, а потом оценить снизу. Чтобы оценить сверху, насколько цена без различия, мы минимизируем. Мы просто берем стратегию, и любая стратегия дает нам оценку сверху. То есть, в данном случае мы как раз берем эту стратегию с чертой. А чтобы оценить снизу, мы как раз используем эту двойственную формулу. Поскольку здесь мы максимизируем, то есть мы берем любую мартингальную меру, даем нам оценку сверху. То есть нужно просто выбрать подходящую мартингальную меру. И получается, что подходящая мартингальная мера, она задает просто плотность этой мартингальной меры. Нужно взять единицу плюс альфа умножить на интеграл от этой же самой стратегии. Которая нужна, то есть не стратегия, а как раз отклонение между функцией группы и портфелем, который соответствует этой стратегии. И здесь нужно остановить некий момент, чтобы это оставалось в мартингальной мере, иначе можно не быть отрицательным. Получается, что это всегда будет плотностью мартингальной меры. В зависимости, если мы подставим, то мы получим нас на пустоту. Это наша функция поделиться. Довольно отложен достаем этот прием, когда мы сверху оцениваем факт, что дорогой завален в стратегию, а снизу мы используем тот. Вот, ну, значит, это ведь само по себе некоторый интересный элемент, поскольку он, мы уже начинаем понять, как выглядит цена безразличия в леви модели. То есть получается, что в леви модели, которая достаточно близка к модели для Шоуса, цена безразличия может быть представлена как некий линейный член, линейный функционал. Плюс для продавца это будет некая половинная поправка, для покупателя это будет некая специальная поправка, соответственно. Ценал-продавец очень продает дороже, чем линейный функционал-покупатель, потому что это дешевле, чтобы линейный функционал. Соответственно, вот, спред, разница между ценой предоставительным и покупателем, она как раз равна вот этой N2 отклонению между… То есть просто минимум средне-квадратичного отклонения между стратегией хеджирования, ненавием, стратегией, и сошельными группами. — Близость к модели для Шоуса, она как бы длится к полному рынку, потому что у нас ошибка измеряется этим отклонением. — А, вот этим отклонением. — Можно вставить, например, меры леви, чтобы было в расходе? — Ну, это будет немножко позже. — Мы берем это наблюдание, мы его минимизируем. — А, если это мало, то тогда же. — Да, и вот как раз этот минимум, он и дает разницу между ценой предоставительным покупателем. То есть спред определяется как разница на этот функционал. Есть некая линейная часть, о которой все согласны, которые одинаковые для всех. Поправочный фен, он грубый разный для разных агентов, поскольку он умножается на альфа. Альфа — это индивидуальный параметр отношения к риску. Но структура довольно простая. — Дальше, собственно, как, что значит, эта модель близка к модели Блокошеллса. Есть вот статья 2013 года Черный, Денкл и Кальзен, которые предложили следующий метод разложения. Метод, который позволяет рассматривать модель Ливи как возмущение модели Блокошеллса. Если мы берем модель Ливи, то она у нас записывается. Экспоненциальная модель — это просто стихотический экспонент от процесса Ливи. Модель Блокошеллса — это стихотический экспонент от генерского процесса. Дальше. Х — это процесс Ливи. И Мартингал, поскольку у нас Мартингалльная мера. Таким образом, характеристическая функция Х может быть записана следующим образом формулой Ливи Кинчена. И тогда легко показать, что если мы возьмем наш процесс Х, и мы применим к нему следующую переномировку, мы определяем семейство процессов Х, которые зависит от параметра Ливи. Соответственно, если у нас хяда равна 1, тогда мы получаем наш изначальный процесс Х, а если Ливи стремится к нулю, то можно показать, что это семейство процессов сходится просто к минусскому процессу. Мы рассматриваем наш процесс Ливи при условии, что меры Ливи интегрируема с Х2. Если мы рассматриваем на все большем и большем участке процесс Ливи, и его соответственным образом нормиром, то по теореме оцентральной трубе у нас сходится в Гаусс, и, соответственно, сам процесс сходится к минусскому процессу. Таким образом, можно рассматривать параметры Ливи как некий искусственный образом введенный малый параметр, который позволяет рассматривать процесс Ливи как возмущение в минусскому процессу. То есть, другими словами, пусть П лямбда – это будет цена безразличия, вычисленная для процесса Х лямбда. Мы можем тогда пытаться найти, анализировать поведение П лямбда в окрестности нуля. В частности, если она дифференцируемая, то мы можем представить П лямбда как П с ноликом. П с ноликом – это будет цена модели Блэк Шоуса, плюс некий поправочный феном первого порядка, который будет П лямбда плюс поправочный феном второго порядка, лямбда квадрат плюс он малый от лямбды квадрат. То есть, у нас есть некая функция порядка, но всегда можем ее разложить достаточно регулярно. А просто как мы получили это разложение, посчитали первую производную, вторую производную, тогда, в общем-то, П, то есть, П – это то же самое, что П с единицей, мы можем его приблизить как с помощью разложения до второго порядка в первую руку по с ноликом плюс первая производная, плюс половая производная. Вот это и даст нам нашу асинтетическую форму. Это некое строгое обоснование асинтетической формы. Понятно, что это не единственное возможное обоснование, потому что мы просто взяли, у нас есть некий процесс леви, в пространстве всех процессов есть некая точка, это процесс леви, здесь некая другая точка – это винировский процесс. Мы как-то их соединили некой кривой, которая зависит от лямбда. В доле этой кривой мы посчитали лямбда, и, соответственно, в доле этой кривой мы считаем наши разложения. Мы могли взять другую кривую, у нас, возможно, получилась бы другая. Другое приближение, не знаю, и дальше уже, собственно, разные приближения, с дисперсителями склоняются. Дальше, собственно, второй основной результат – это, собственно, это разложение. Это разложение можно посчитать. Вот такая теорема. Это теорема, пока мы показали, для юридических акционов только. В предыдущий результат разложения на синтез различия, оно, вообще говоря, было не только для юридических акционов, а для юридических акционов. Здесь мы пока посчитали для юридических акционов. То есть мы считаем, что H , которая ограничена, удовлетворяет еще одну условию ограниченности, дифференцируемо и приводно имеет ограниченную вариацию. То есть, грубо говоря, нашим условием удовлетворяет, например, европейский путанцон. И второе условие – это некое условие регулярности на процесс ливи. То есть, либо у него должна быть диффузионная компонента, либо мера ливи должна быть достаточно сингулярным ливи. То есть это тоже довольно стандартное условие. То, что в литературе всякие процессы по-другому не разбирался. То есть эти процессы удовлетворяют этому условию. То есть одна некая сингулярность умерли порядка единицы а делить на х степени единицы плюс бета, где бета больше не будет. То есть ответственное решение. Какой порядок по T имеет последний член остаточный? Остаточный член по T большому. Какой порядок? А это достаточно сложная функция от T большого. Я потом покажу. Ему просто может быть известно. Нет, это некая функция от T. Как она ведет себя в нуле, это на самом деле зависит от того, если S с ноликом равно k или S с ноликом отличается от k. Просто как-то там член по T порядка линейно, потом стоит квадратично. Но T не мало? Да, но если, допустим, T была маленькая, но не было как бы рассматривать аппоксимацию как... Есть же так, как говорят, опционы с малым, да? Можно, но здесь не такая аппоксимация. Здесь аппоксимация, это именно как пертурбация модели Бетн Шеллс. Я понимаю. Но вот, например, этот член, если S с ноликом не равно k, тогда он экспоненциально быстро убывает в нуле по T. А если S с ноликом равно k, то он, может быть, вообще не убывает. То есть стремится к константе. Или даже... Вот. У нас получается такая формула. То есть эта формула дает цену без различия при лямбе, стремящем с нулю, как разложение... То есть здесь мы посчитали. Вот есть некий нулевой член, цена в модели Бетн Шеллса. Дальше есть второй член, это член пропорциональный лямбда. То есть это то, что у нас P' с ноликом. И все остальные члены, это вторая. Поправка второго порядка. То есть P' с ноликом. Что об этом можно сказать? Ну, во-первых, это очень легко считается. Все потому, что здесь либо просто цена Бетн Шеллса и ее производная, либо здесь есть некий матреждая от некого интеграла, но на самом деле его можно просто выразить через некий интеграл по времени от известной функции. Как туда входит наша модель Levy? Наша модель Levy туда входит через три параметра. Значит, есть параметр С' с чертой. Вся информация о процессе Levy сводится. То есть, вначале не было никаких параметрических предположений, но в нашем предвижении вся информация сводится к трем параметрам. С' с чертой квадратника, интеграл x2 nu dx плюс σ2. С' по графике диффузионная часть процесса, а они — это мера Levy. Соответственно, M3 — это третий момент мера Levy. М4 — это четвертый момент. То есть, чтобы посчитать цены безразличия в таком приближении, вам нужно по процессу знать только три эти константы. Больше ничего знать не нужно. И дальше. Второе наблюдение — то, что здесь у нас есть линейная часть и есть нелинейная часть. Линейная часть — это первые две строчки. И первые две строчки — это разложение подмога ожидания от ht. А последняя строчка — это не линейная часть, потому что вы увидите, что цена обслона модели подпишется B здесь появляется нелинейный образом. Последняя строчка — это как раз и разложение для нашего поправочного члена, который минимум от F2 помимо. Мат ожидания от функции выплат дает следующую реабилитацию. Подобная форму появляется в этой статье, на которой я ссылался, черный Denkel и Carlson. Но они доказали только для гладких функций выплат. В таких задачах, на самом деле, гладкость очень сильно упрощает решение. Мы показали, в частности, для предположения, которым удовлетворяет FUT опцом, другая, не дифференцируя. А вот в цене Black Shows от S0 в скобках это как бы возведение в сети, где 3 и 4? Нет, это производная. А, это производная. Производная цена Black Shows по S0. Во всех таких формулах всегда появляется то, что называется GRIX. GRIX это финансовая тема для производных цены Black Shows по разным параметрам. То есть, что называется Дельта, Гамма, Дельта. Первая производная по S, Гамма. Вторая производная по S. И сюда вот наша формула входит 0,6-й производной. Но они все довольно легко считаются. Что мера не предполагает, что она имеет все моменты или только 4 первых? А, значит, на самом деле мы предполагаем, что скачки ограничены. А, вообще? Да, потому что, опять же таки, экспоненциальные функции полезности это такая довольно жесткая вещь. Потому что практически тебе нужно, чтобы все было ограничено. Можно немножко ослабить положение, но это довольно сложно. Потому что нужно, чтобы экспоненциальные моменты все равно будут. Ну, каким образом получается такого типа результата? Грубо говоря, здесь нам нужно сравнить мат ожидания от некого функционала в двух разных моделях. Ну, стандартный способ – это взять персонал, посчитанный в одной модели, и применить его в другой модели. То есть здесь мы берем цену Black & Scholes и применяем ее к нашей LV-модели. То есть мы считаем… Это очень часто используется метод. То есть нам нужно сравнить мат ожидания от h, s, λ, t. Везде появляется индекс лямбда, потому что просто у нас есть семейство, которое зависит от лямбды, и лямбда потом будет существовать. Минус мат ожидания от h, s, Black & Scholes. С лямбда – это экспоненциальная модель, а LV-модель Black & Scholes соответствующая. Это можно заменить как мат ожидания от цены Black & Scholes. Минус мат ожидания от цены Black & Scholes. Здесь нам от ожидания не нужно. В нуле и для значения s. Тогда мы можем что-то внести в модель. Здесь мы можем применить формулу E, потому что у нас одна и та же функция, по которой будет известно, что она гладкая. И мы смотрим ее значения для процесса, который происходит в нашей LV-модели. Разница в момент времени T и T. Если мы поменяем формулу E, то у нас получается интеграемое представление. И в этом интеграемое представление мы берем от ожидания. У нас получается интеграемое представление. Дальше. В этом интеграемое представление у нас есть гладкая функция, которую мы можем назвать тревуар и получить оценку. Здесь это вопрос только первого порядка. У нас первая строчка написана. Это просто применить формулу формулу E к этой разнице. К этой разнице. Потом мы берем мат ожидания. Когда мы берем мат ожидания, то у нас появляется функция fλ, которая просто равна fλ tx. А потом мы эту функцию раскладываем в варианте LOR вплоть до третьего порядка. То есть у нас получается z в третьей степени, то она в третьем момент нашего процесса LV. Плюс некий интеграл производный Fλ, который при DL сходится к соответствующей производной модели LOR. Конечно, вычисления довольно громоздкие. Это для линейного члена. Дальше для квадратичного члена, то есть для поправочного члена результат светочек. То есть у нас, как я говорил, DOR. Минимум есть два отклонения. Он себя ведет как λ в квадрате, то есть он дает поправку только уже второго порядка. Умножить на некий функционал, который зависит от процесса. То есть четвертая и третья, они становятся переведены на второй момент. Умножить на этот интеграл, который считается моделью Драко-Шеллса. Этот интеграл еще можно представить в следующем видео. То, что ты, Денис, спрашивал, в зависимости от времени она довольно сложная. Потому что здесь мы интегрируем некую функцию. И D параметр зависит от D большого дворец на 1. Немножко похоже просто на γ. Похоже, функционал был посчитан в статье Heisen для гладких функций. Здесь, опять же, такие доказательства. Доказательство основывается на явном виде того, что у нас происходит в любви. И это значит, что, например, протея Фи с чертой, то есть протея, которая минимизирует этот функционал, ее можно выразить через опцион в явном виде. И тогда, собственно, сам этот функционал мы тоже можем выразить через центр опциона. Довольно простым. Получается, довольно простая формула. То есть вот странная греческая буква. Кси большая, наверное, да. Она просто равна цене и акциона P λ от st λ умножить 1 плюс z минус P λ от st λ, минус z от st λ на производную. И она приближается просто во второй производной. Когда λ с темнотехно, вторая производная сходится к второй производной модели Бакошеллса, и, соответственно, у нас получается функционал. Даже таки, чтобы применить теорему, а к мажорильному исходимости там будет немножко поработать. Ну и последний, вот это для остаточного члена. То есть остаточный член у нас оценивается следующим образом, тоже чем глянда. Остаточный член в первое все время для оценки безразличия. Остаточный член для него была оценка через, соответственно, максимум этого процесса, максимум отклонения между оптимальной стратегией здесь и функцией выплат в некой степени, которая была больше, чем 2. Соответственно, здесь получается, что λ в той же самой степени умножить на логарифмическую поправку. То есть если Q больше, чем 2, то, соответственно, скорость привания будет быстрее, чем 2. Ну ладно, вот эта теория. Теперь я хочу немножко говорить на интерпретацию этих формул. Во-первых, насколько хорошо это работает на практике, а во-вторых, что еще мы можем из этого получить. То есть вот это наша окончательная формула. Как я говорю, она окончательная формула мы просто берем пейс-морикл плюс первая производная, плюс одна вторая, вторая производная. Другого говоря, для учителя мы полагаем рамды равны единице. В общем, рамды это некая условность. Наши пространства процессов здесь не прикрывают. Мы берем разложение полярное, но на самом деле это нас интересует вот эта точка конечности. Вот, соответственно, у нас будет всякая формула. Эту формулу легко запрограммировать. А у меня два вопроса. А вообще, почему остановились на втором порядке? Это просто потому, что дальше очень сложно? Или это имеет смысл, что именно нужно получить? Достаточно иметь порядок два варианта. То есть, первый порядок неинтересен. Ну да. Первый порядок неинтересен, потому что нет никаких неренейных эффектов. А, второй порядок уже равны. Во втором порядке появляются неренейные эффекты. А третий порядок, ну я не знаю, можно... Я думаю, что для третьего порядка не будет красивой формулы явной. Вот такая формула. То, что эта формула дает нечисленные результаты. Здесь мы взяли так называемую модель Мертона. Модель Мертона довольно простая любая модель. Где у нас есть диффузионная составляющая, есть скачки, которые распределены по галуссу. Конечная интенсивная скачка, которые распределены по галуссу. И, в общем, преимущество в том, что можно довольно легко решить интернет-функциональное уравнение тоже. Мы решили это уравнение, и, в общем, вот что это дает. Видно, что приближение работает довольно хорошо. И здесь на графике построена цена для различия в зависимости от страйка аукционов, в зависимости от сс-с-с-норик, в зависимости от начального значения цены акции. И три кривых – это голубая кривая, это асиногическая формула, красная – это решение уравнения, точное значение, а зеленая – это просто для сравнения мат-ожидания от ht. Это меры Q2. То есть это некто более линейная часть цены. То есть то, что построено на графике цена продавца и цена покупателя, то нужно взять зеленую крюку и из нее вычесть разницу между зеленой и красной. Это дает некое представление о размере неринейных эффектов. То есть это тоже отвечает близко на тот вопрос, потому что видно здесь, что, в общем, первый порядок, грубо говоря, недостаточно. Она достаточно большая, фатрактичная. А для второго порядка результат получается уже лучше, в принципе. Тоже, конечно, есть ошибка, но она может быть не так риска. В принципе, для таких результатов всегда надо думать, насколько точно мы знаем параметры нашей модели. Насколько точно мы знаем параметры модели, насколько точно мы знаем альфа, то есть параметры нашего агента, который определяет его отношение к риску. Если мы альфа не можем точно знать, то, в общем, нам такая точность не нужна. Альфа не нужна зависимость от альфа, да? Чем больше альфа, тем дороже стоит риск для агентов, соответственно, тем больше неринейных эффектов. Она, грубо говоря, национальная альфа. То есть в нашем приближении альфа пропорциональная альфа, в точной формуле не совсем пропорциональная. Вот и дальше. Самое интересное, мне кажется, результат – это как раз результат, который дает этот спрейд между ценой продавца и ценой покупателя. То есть насколько сильно отличается ценой продавца и ценой покупателя. И этот спрейд, эту разницу, ее можно рассматривать как некую меру неполноты рынка. Насколько если рынок полный, тогда покупатель продается для них цена одна. Если рынок неполный, то есть какой-то нехиджируемый риск, и, соответственно, цена будет разная. Потому что продавец продает, он берет дополнительный риск, поэтому, наоборот, сбавляется, а цена продавца будет выше, чем цена покупателя. И вот в этом нашем приближении получается очень ясная формула для этой разницы, для меры неполноты рынка, для нашего опциона. Это просто получается произведение трех факторов. И первый фактор определяется самим экономическим агентом. То есть это его альфа, это его отношение к риску, параметры его функции полезности. Второй фактор – это фактор, который зависит от нашей модели Ливи, только от модели. Потому что 3М4 – это моменты нашего процесса Ливи. Соответственно, третий фактор зависит только от опционов. То есть если рассматривать отдельный третий фактор, это дает нам некую, независимо от модели, меру чувствительности нашего опционов неполноты рынка. Чувствительности к риску скачков. Потому что здесь неполнотарно рассматривается. А для конкретно мы добавляем небольшое количество скачков и смотрим, кто изменяет цену нашей опционы. И оказывается, что есть параметры опционов, есть функционал, который можно вычислить, и который как раз дает в первом приближении влияние скачков на наш опцион. И он совершенно не зависит от того, какая именно модель скачков используется. То есть можно считать только эту чувствительность, и она дает нам некую простовую. И вот на этих графиках я построю этот функционал в зависимости от разных параметров. То есть слева в зависимости от страйка опциона. Оба графика — это для европейского пункта опциона, который имеет функцию выпуска следующей формы. k плюс s, t плюс. Здесь есть два параметра. k — это цена, по которой у нас осуществляется покупка, k и t — это момент времени, когда опцион исполняется. То есть на левом графике мы видим, что чем ближе s с ноликом, в обоих случаях оно единице. То есть слева мы видим, что чем ближе как s с ноликом, тем более высокая чувствительность к неполнотирынка, к рисму скачков. Но мне более интересно, это вот правный график, в зависимости от времени. Здесь мы видим, что если у нас есть опцион, то дата его исполнения в зависимости довольно нетривиальная. Во-первых, есть два случая. Либо k равен с ноликом, либо k неравен с ноликом. Если k, то есть strike опциона, равен начальному значению цены на акции, то чувствительность все время падает. То есть чем больше t, тем менее наш опцион чувствительный к рисму скачков. А если k не равно с ноликом, то она сначала возрастает, достигает максимума, а потом начинает убывать. В принципе, это можно довольно хорошо объяснить из экономических соображений. Это довольно интересный факт. То есть предположим, что k неравен с ноликом. Когда для малых моментов времени наш опцион просто у него очень малая вероятность, что он будет исполнен. И от любых рисков он практически не зависит. От этого здесь как раз имеется сходимость к нулю. А когда t велико, то для линии моделей есть некий эффект теоремы от центрального пределя, что если у нас опцион t очень велико, тогда наш процесс уже практически сходится к винировскому процессу. И опять же таки, модель Black and Shell достаточно хорошо описывает, то есть риск скачков для него не так важен. А в случае, когда k равно с ноликом, тогда первого эффекта нет, потому что опцион всегда может быть исполнен большой вероятностью. и тогда есть только убывание в зависимости от земли. Ну и я думаю, что мы можем заканчивать. Так. Вопросы, пожалуйста. Спасибо.